Вот, очень много людей выходят. Полностью весь торговый центр эвакуирует. Эти кадры сделаны очевидцами в торгово-развлекательном центре во Владивостоке. Вечером в субботу, после трагических событий в Подмосковье, в ТРЦ на Сиданке началась эвакуация людей. Причина – автомобиль с вооруженными мужчинами на парковке. Один из посетителей проявил бдительность и сообщил охране торгового центра, что заметил человека с автоматом. Они, в свою очередь, вызвали полицию. Вскоре мужчин 32 и 39 лет задержали на парковке полицейские и Росгвардия. В салоне автомашины «Ниссан Ноут», на которой передвигались мужчины, обнаружено охолощенное оружие – автомат Калашникова и две страйкбольные гранаты. По предварительной информации, изъятые предметы опасности не представляют. Их направили на исследование. Жителя села Покровка Приморского края и его приятеля, приезжего из города Вилючинск, доставили в полицию. На допросе один из задержанных заявил, что планировал приобрести охолощенные патроны и не хотел своими действиями напугать окружающих. Я даже просто не хотел, не собирался никого не испугать. Мне как-то, просто даже в голове не уложил, что я могу какие-то свои действиями, не придавая им значения, да, чтобы кого-то напугать. Искренне просто, простите, если кого-то я смутил, напугал, мне просто очень стыдно. После инцидента на парковке следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас расследование продолжается. Специалистам предстоит выяснить истинные мотивы такого поступка. А вот приморцев, которые пресекли провокацию и не допустили паники людей, краевыми знаками отличия наградил глава региона Олег Кожемяка. Губернатор отметил, сегодня Приморье вместе со всеми переживает страшную трагедию, которая произошла в Подмосковье. И подобные бездумные поступки недопустимы. Безусловно, беда стала общей и по-настоящему сплотила всех. Однако, к сожалению, находятся такие люди, которые своими бездумными хулиганскими поступками пытаются внести хаос, устраивать провокации. Мы наградим всех тех ребят, кто принимал участие в задержании, кто в свое время отреагировал на это и предотвратил панику и хаос и другие иные негативные последствия. За грамотные действия краевые награды получили инспекторы Дорожно-патрульной службы Константин Казачков и Сергей Власов, сотрудники Росгвардии Алексей Зайцев и Анатолий Швыткий, администратор центра Анастасия Максимова и охранник Геннадий Хоменко. Наградили и Германа Саровацких. Он первым сообщил о подозрительных людях на парковке.